Приветствую вас, давайте я сначала отвечу вам на ваш вопрос, а после дам некоторые комментарии. Значит, мужчина, исходя из моей практики, мужчина, который поступает вот так, как поступает, он, как правило, не имеет серьёзного интереса к вам. Он имеет интерес только на секс, только на кратковременные отношения, которые интересуют его только в контексте секса и, в принципе, всё. Вот. Это, безусловно, неприятно, я понимаю, что для вас это, безусловно, неприятно, но это так, к сожалению. А у вас что печально, на мой взгляд, вот что печально, а у вас не смутило то, что на первом свидании, на первой встрече человек захотел секс с вами. Вот, кстати, почему-то вас это не смутило. Вот, я, конечно, не знаю почему, но почему-то не смутило. Хотя, должно было, потому что на первом свидании сексуальный интерес это, ну, всегда достаточно ограниченная такая история. Бывают случаи, когда секс действительно случается на первом свидании, да, но это, опять же, как бы люди чётко знают, что они хотят. Вот. Люди чётко понимают, что им нужно, вот, то есть они, как бы, сознательно идут на это, они сознательно идут на сексуальные отношения какие-то, вот. Зная, чем это для них, ну, как бы, обернётся. И вы показали, ну, вот, скажем так, неготовность, вы показали неготовность к тому, чтобы нести ответственность за свои поступки. То есть, как бы вы отказали, вот, мужчине в сексе. Вот. И вы ожидали, что он будет, ну, как бы, адекватно к этому относиться. Вот. На мой взгляд, это некая такая наивность, может быть, ваша. Вот. То есть, аноним. Значит, мужчина просто не имеет к вам серьёзного, серьёзного отношения, вы ему серьёзно не интересны. Вот. Другая история, которая, на мой взгляд, достаточно важна. Другая история. Другая история касается того, как вы с мужчиной, мужчинами даже, выстраиваете отношения. Вот именно вы как выстраиваете отношения с мужчинами. То есть, по поводу чего вы с ними взаимодействуете. Грубо говоря, что, например, объединяет нашество вас и мужчину. Что между вами общего? Скажем так. Вот. Это очень важный момент. Потому что, судя по тому, что человек вас игнорирует, вы его не привлекаете как личность. Вы понимаете, в чём делать. Опять же, я не обвиняю вас в этом. Я просто хочу, чтобы вы поняли этот момент. Поняли его. Вот. Поняли и сделали для себя выводы. Теперь, насчёт, да, какие выводы вы можете сделать. На самом деле такие, что нужно стараться быть более, может быть, интересной именно для мужчин как личности. То есть, смотреть на то, что вас объединяет. Вот. Именно. И не рассчитывать на то, что, значит, на одном, скажем так, сексуальном интересе, да, вы сможете выстроить здоровые отношения. Здоровые, адекватные отношения. Значит, вопрос к вам теперь. Почему вы молчите? То есть, ну вот, казалось бы, мужчина вам нравится, да, у вас к нему какие-то вопросы, он молчит и я молчу, по стиме. Он молчит, понятно. Вы почему молчите? Ну вот, а по какой причине? Это важно. Это важно. Серьёзно. То есть, вам что-то интересно, вам что-то непонятно, вот. Ну так и спросите у него. А то вы, как бы, у него не спрашиваете, да, а надеетесь, что мы вам ответим на вопрос о том, почему он молчит. Молчит. Вот. Понимаете? То есть, на мой взгляд, вот, тут история не совсем понятна. То есть, может быть, вы чего-то боитесь. Может быть, для вас имеет чрезмерное значение отношения и сам мужчина, например. Но, если так, если так, это необходимо подкорректировать, потому что, в данном случае, вам, на мой взгляд, это только вредит. Вот. Понимаете? Вот это то, что я могу вам сказать, это то, что я могу вам заметить, судя по тому, что вы пишете. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Понимаете, информации мало от меня, вот, но мне так кажется, что у вас это не первое отношение, не первая попытка, точнее, отношение. И, вот, судя по тому, что вы пишете, да, для вас сексуальный интерес мужчины на первом свидании это, ну, как бы, норма. Вот. Что все равно, почти, встреча была, да, то есть, я так понял, что это первая встреча, вот, как познакомились, как вы вообще знакомитесь, для чего. А мужчины, вот это все на нем нужно исследовать. Для того, чтобы максимально оптимизировать ваше поведение, чтобы сделать его, сделать его таким, чтобы вот случайных людей такого типа, да, у вас не появлялось. Обозрения, если, 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 они, появлялись бы, чтобы не влияли на вашу жизнь, болезнь. Вот. Вот, в принципе, так. На этом все. Значит, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...